МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Глава Чуваши Михаил Игнатьев приехал сегодня в Чувашский государственный университет, чтобы поговорить со студентами об учебе и их участии в общественной жизни. Встреча с молодежью – это еще одна возможность узнать мнение молодых о текущем моменте и выслушать предложения. У вуза неплохие показатели, и об этом с гордостью сообщил ректор Андрей Александров. Хочу с удовольствием доложить, что по результатам приема 2014 года университет занял, на наш взгляд, достойное место среди 78 ведущих вузов классических университетов Российской Федерации, в числе которых МГУ имени Ломоносова и Петербургский университет, 23 место среди 78 вузов по качеству бюджетного приема. Университет занимается серьезной научной работой. По числу поданных заявок на конкурс грантов Российского Федерального Гуманитарного Научного Фонда вуз занимает седьмое место в Российской Федерации. Образование – фундаментальная основа развития общества, страны и региона, считает глава Чувашия. У студентов сейчас нелегкая сессионная пора, поэтому пожелания Михаила Игнатьева оказались как нельзя кстати. Впереди экзамена я полагаю, что все студенты, которые готовятся к разным экзаменам, сдадут его достойно. Поэтому мое вам пожелание – быть уверенными в себе, не бояться ничего, отвечать спокойно, уверенно на те вопросы, которые будут в ваших билетах, и достойно завершить учебный год. В университете кипит и общественная жизнь. Студенты готовятся к рабочим летним каникулам. Раньше это называлось студенческими строительными отрядами. Так в этом году многие разъедутся по всероссийским стройкам, в том числе и на космодром Восточный. Мы ежегодно более 200 студентов ЧГУ отправляем на целину, как говорится у нас в отрядах. Студенты летом зарабатывают деньги, приобретают необходимый в дальнейшей жизни опыт. Особо активным студентам Михаил Игнатьев вручил памятные часы. Это, конечно, ярые общественники, которые занимаются наукой, которые ведут здоровый образ жизни, ну и, конечно, которые занимаются волонтерской деятельностью. У студентов была возможность пообщаться с главой ЧГУ в формате вопрос-ответ. Прямой диалог всегда дает результаты. Александр Гаврилов, Ратилий Мухаметов, Республика. Глава ЧГУ, Михаил Игнатьев, провел очередной прием граждан, где ответил на интересующие их вопросы. Состояние дорог Республики, проблемы жилья и капремонта. Об этом вели беседу в этот раз. Житель деревни Кольцовка Владимир Гурьянов от имени учителей местной школы попросил помочь отремонтировать спортивный зал. Любителей спорта в деревне много, а хороших условий для занятий нет. Местные власти лишь разводили руками. В школу мы обещаем взять на контроль, чтобы средства были выделены, перепроверили документацию подготовленную. Чем нужно оказать, окажутся содействие. И к началу, я хочу сказать, с сентября данный спортзал мы постараемся отремонтировать. Спасибо большое. У Марины Малышевой другая проблема. Не отремонтировали одну из центральных дорог деревни, в которой она проживает. На району деньги выделили. Я встречался с депутатами районного собрания, с участием главы администрации Георгия Ивановича. Полтора миллиона рублей на улице Южная, деревне Большие Карачуры, они предусмотрели. Вопросы строительства по тем документам, которые есть, они же подписывают эти документы, соответственно, завершение сентября текущего года. Задать вопросы главе республики может любой житель Чуваши. Такие приемы проводятся ежемесячно и дают результаты. Ни одно обращение не остается без внимания. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В эту субботу в Чебоксарах подведут итоги международного кинофестиваля. А пока продолжаются показы конкурсных лент и мастер-классы. Сегодня известный режиссер и актер Дмитрий Астрахан встретился с главой республики. «Когда я приезжаю в Чуваши, здесь всегда солнце», – отметил Дмитрий Астрахан. Впрочем, известного кинодеятеля привлекает не погода, а душевное тепло, которое он получает во время общения со зрителями и мастер-классов. Доброжелательность и приветливость в традициях чувашского народа заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Главное, чтобы она сохранялась. И кинофестиваль в немалой степени этому способствует. Наша задача – создавать вот такую же благоприятную среду, чтобы все это передавалось и прививалось к молодежи. Сегодня и завтра фестиваль продолжит работу. А 23 мая будут объявлены победители. В рейтинге инновационного развития регионов, который представил Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики, Чувашия заняла пятое место. Наша республика расположилась сразу после признанных лидеров Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калужской области. Экспертная комиссия изучала инновационную деятельность регионов по нескольким показателям, таким как социально-экономические условия, научно-технический потенциал, качество инновационной политики и, собственно, инновационная деятельность. Лидеры по технологическим инновациям – это, как правило, регионы, где наблюдается инициативность компаний в самостоятельной работе нововведений. Лучшие результаты по этому показателю у Чувашии и Мордовии. В сфере нетехнологических инноваций лидирует, опять же, Чувашия, а также Татарстан. Во благо Чувашской столицы сегодня с инспекции по Чебоксарским улицам отправились члены Национального конгресса и представители городской администрации. Что искали и что нашли общественные активисты и чиновники, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Будущее столицы республики членам Совета старейшин и чиновникам приходилось обсуждать на ходу. Буквально за два часа их автобус исколесил все знаменательные места Чебоксара. Градоначальникам накопилось немало вопросов. Первую остановку решили сделать на улице Афанасьева. Представители Национального конгресса говорят, что здесь уже давно необходимо навести порядок. После обильных дождей на тротуарах настоящий потоп. Вот эти вот тысячи студентов, которые ежедневно, включая иностранных, вот на этом месте шагают и водные преграды, на этом воспитываются. Наводить порядок, необходимые в роще Гузовского, любители отдохнуть под шофе, часто оставляют после себя мусор, бутылки и даже непотушенные костры. Старейшины призывают закрепить здесь постоянную охрану. А в парке «Пятьсотлетие столицы», говорят, члены совета, не хватает элементов национального колорита. Пока здесь установлена только одна деревянная скульптура, но в ближайшие годы должен появиться и большой этнопарк. На его территории старейшины предлагают создать настоящий музейный комплекс. В среднем веке как жили чуваши. В 19 веке как жили. В начале 20 века как жили чуваши. Все это должно быть здесь показано. Все цены и музеи, по сути дела, развития чувашской нации, оно прежде всего расположено здесь должно быть. Для города, говорят старейшины, актуальна и другая проблема. На столичных улицах недостаточно вывесок на чувашском языке. Реклама, например, вообще только на русском языке. А что касается государственных учреждений, там закон прописывает, что вообще кто должен организовать исполнение законов. Это ясно. Государственные структуры, государственные органы. Если название государственных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений культуры, образовательные учреждения не обозначены на чувашском языке, о чем можно говорить. Все предложения членов совета в администрации города взяли на карандаш. Я понимаю, что не все пожелания возможно реализовать, как-то осуществить в жизни. Какие-то вещи, может быть, придется от каких-то вещей отказаться, но это все равно дает толчок к тому, чтобы, скажем так, чиновники, которые принимают решения по многим вопросам градостроительства и градоустройства, они начали на эту тему думать. Но старейшины планируют продолжить инспекционные объезды столицы. В администрации Чебоксар эту идею поддерживают. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах в середине дня в центре города загорелось кафе. Оперативно на место возгорания выехали пожарные машины. Видео нам прислал наш телезритель, который успел снять тушение. Сообщение на пульт пожарных поступило в половине 12-го. К полудню огонь успели потушить. По словам сотрудников МЧС, сгорела кровля кафе. Пожару был присвоен повышенный ранг. В тушении были задействованы 4 пожарных автоцистерны, сообщили в пресс-службе МЧС. После несостоявшейся акции протеста в Москве, депутат Госсовета Чуваши Андрей Кулагин решил зарабатывать политические очки по месту жительства. Сегодня он организовал у Дома правительства одиночный пикет. Однако с плакатом стоял вовсе не он, как можно было бы подумать, а пожилой человек из числа жителей самовольного поселка Шанхай. Депутат прохаживался поодаль. Похоже, в ожидании журналистов. Речь идет о том, что компания, строящая на месте самовольного поселка Шанхай, новый микрорайон Кувшинка предлагает владельцам зацепушек квартиры в своих домах либо денежную компенсацию, несмотря на то, что у жителей Шанхая нет прав на землю. Соответственно, и жилье считается незаконным. Около ста человек уже договорились с застройщиком. Было принято решение создать межрежевственную комиссию, выехать в микрорайон, обеспечить работу штаба и в течение семи дней провести полную инвентаризацию всех 289 домов, на территории микрорайона. Штаб создан. Сегодня ведется работа третий день. В состав комиссии вошли представители администрации города, Минстроя, Гожил инспекции, общественности. По желанию жителей микрорайона в состав комиссии был также включен депутат Кулагин. Но представители жителей микрорайона, которые дестабилизируют обстановку, на мой взгляд, еще ни разу в этот штаб не прибыл. Еще ни разу не пришел и не пообщался с людьми. 80 человек за три дня пришли в этот штаб. Считаю нужным и важным ему подключиться к решению этой проблемы непосредственно в микрорайоне, чем организовывать одиночные пикеты около дома правительства. А здесь мы видим, что депутат Кулагин или его представители, или еще какие-то оппозиционные силы хотят дестабилизировать обстановку. Здесь нет цели договориться. Здесь цель дестабилизация, на мой взгляд. Никакого конструктива. Если человек включает таймер обратного времени, счетчик получается. Осталось три дня, осталось два дня. Для чего это? Здесь нет цели договориться. Мы работаем в правовом поле. Свои обязательства выдержим. Глава республики держит эту ситуацию на личном контроле. Считаю, что мы найдем компромисс. Или будут переселены в те площади, в которые хотят. Либо останутся на своих местах. Андрей Кулагин избран в госсовет Чувашии по партийным спискам ЛДПР. Однако в данный момент он представляет самого себя. Из партии его исключили. Слабая его работа, нарушение партийной дисциплины, финансовой дисциплины. Поэтому был исключен из партии достаточно давно. Поэтому человек давно себя проявил не с лучшей стороны. Это люди, когда не являются депутатами, когда имеют определенные амбиции, желание двигаться во власть. Они все хорошие, все красивые. Как только получают мандат в руки, получают властные полномочия, начинают сразу все изъяны своего воспитания и свои недальновидности демонстрировать. В том числе и регулярно нарушая устав партии, распоряжение руководства, распоряжение центрального аппарата ЛДПР, который в Москве находится. Создают конфликтные ситуации, пытаются заниматься своими мелкими делишками, придавая интересы избирателю. За это он и был исключен из ЛДПР. На три дня Мариинско-Пасадский район стал центром культурной жизни республики. Там прошел первый всероссийский пленэр памяти народного художника Чувашии Николая Овчинникова. Мастерскую под открытым небом посвятили и 55-летию художественного графического факультета ЧГПУ. Еще при жизни Анатолий Овчинников подарил большую коллекцию своих работ родному краю. Сегодня картины художника хранятся в галерее Дома культуры перво-чурашевского сельского поселения Марпасадского района. Очень был востребованный при жизни как художник. И вот после жизни, когда уже коллекционеры начинают бродить и искать произведения конкретного художника, как Николая Васильевича, и у нас произведения практически в республике, кроме музея Чувашского государственного художественного, практически там уже мало работ. Нет практически работ. А здесь вот такое собрание, которое просто уникальное. Просто много замечательных картинок. Сельский быт, люди и местные пейзажи вдохновляли Николая Овчинникова. Именно поэтому родилась идея проведения пленэра на родине мастера. Первый пленэр мы проводим чисто нашей инициативой. И вот, слава Богу, вот есть поддержка в районе, хочется хорошо поддерживать. Друзья тоже, которые в этом районе живут, наши тоже поддержки есть. Почтить память Николая Овчинникова съехались художники со всей России. Гостями пленэра стали живописцы из Санкт-Петербурга, Волгограда, Оренбурга и других городов страны. Своё видение родных мест Николая Овчинникова они отразили в красках. Часть работ художники увезут домой, а часть преподнесут в дар школам и музеям Мариинско-Пасадского района. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. Выразить свои мысли и эмоции можно не только с помощью слов, но и с помощью языка танца. Этот вид искусства с каждым годом привлекает всё больше и больше людей, как во всём мире, так и в Чебоксарах. Танцевальный коллектив «Дуэт» собрал на сольный концерт полный зал зрителей. Танцевальный фейерверк. Именно так назывался сольный концерт народного ансамбля бального танца «Дуэт». Вот уже почти 20 лет этот коллектив радует любителей танца новыми постановками и яркими костюмами. Сегодня мы в нашей программе хотим рассказать о детях, о наших прекрасных детях, талантливых, спортивных, сильных, которые пришли к нам заниматься. И не только заниматься, повышать свои творческие способности, возможности, спортивные возможности, но и реализовать эти возможности посредством танца, посредством нашей хореографии. Более 200 человек от 5 до 60 лет. Все они большая и дружная семья. Один коллектив. В репертуаре дуэта танцы из европейской программы, такие как танго, вальс, квикстеп, а также зажигательные ритмы Латинской Америки – самбо, румбо, джай. Кстати, юная часть коллектива предпочитает именно латиноамериканское направление. Мне больше нравятся латиноамериканские танцы, потому что они более подвижные, более энергичные, поэтому больше нравится танцевать. К танцам я отношусь положительно, нравится больше всех танцевать, конечно. Мне нравится танцевать латинно, потому что у меня как бы энергичные танцы лучше получаются. Некоторые участники ансамбля настолько любят двигаться, что уже не представляют свою жизнь без танца. Например, Настя Столярова в будущем мечтает стать хореографом. Мне понравилось, как тренера направляют нас на наши, ну, что мы хотим, может кто-то хочет стать тренером. И мне это очень нравится, когда там, ну, например, что-то поставить, например, какую-то позицию. С 2002 года ансамбль является членом Федерации танцевального спорта Чувашской республики. За это время коллектив принимал активное участие на турнирах по спортивным бальным танцам, проводимых федерацией. А также выезжал на конкурсы в другие регионы, где неоднократно занимал призовые места. Концерт прошел больше, чем, я считаю, на отлично. С этим согласились все, и зрители, и родители участников. Особенно были прекрасные дети на сцене. В них чувствовалась хорошая физическая подготовка и красота танца. Полный зал зрителей и шквал аплодисментов. В общем, сольный концерт коллектива прошел на ура. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В здоровом теле, здоровый дух. В спорткомплексе «Спартак» накануне собрались, пожалуй, самые активные и самые спортивные руководители предприятий нашей республики. В республиканском турнире по волейболу принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Популяризация волейбола и пропаганда здорового образа жизни – вот главные цели турнира «Победа». За звание самых спортивных боролись команды кабинета министров Чувашской республики, руководители электротехнической, химической, машиностроительной отраслей и легкой промышленности. Кстати, турнир был посвящен 70-летию Великой Победы. Мы должны быть всегда вовремя и как раз в ком он позволяет нам следить за собой, вести здоровье в жизни, 15-го, один в ком здоровье питания, и уже управляя в среднем устранении обязанностей в своих должностях, создавать соответствующее настроение, соответствующее благо для своих удовольствий. Коллеги, я полагаю вовремя положительных эмоций, амбиций, азартам, как всегда, вовремя самой семьей. Такие спортивные встречи после напряженного рабочего дня всем очень кстати. Организм требует смены занятий, но в перерыве можно обсудить и рабочие моменты. Сегодня мы решили собраться неформально, посмотреть себя с другой стороны, посмотреть команды, командный дух каждой из сторон. Поэтому, я думаю, плюс это все сближает нас. Мы единая команда в республике, это власть республики, предприятие реального сектора экономики. Поэтому мы хотим быть как можно ближе, решать общие задачи. Победа в этой игре досталась команде машиностроительного комплекса. А в планах администрации сделать подобные встречи хорошей традицией. И вполне возможно, что в следующий раз команды посоревнуются в других видах спорта. Таких, например, как футбол или баскетбол. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Физкультурой и спортом у нас занимается треть населения республики. Недавно пришло подтверждение, что Чувашия в тройке самых спортивных регионов. Эту информацию на заседании общественного совета при Минспорте России сообщил заместитель министра Павел Колобков. Он отметил, что по степени вовлеченности населения в систематические занятия спортом высоких показателей достигли Краснодарский край, Мариэл и Чувашия. К 2020 году этот показатель в стране должен составить 40%. По итогам прошлого года в нашей республике физкультурой и спортом занимаются уже 37% населения. Что особенно важно, здоровый образ жизни напрямую влияет на решение социальных проблем. Так, каждый систематически занимающийся спортом человек проболел в год в среднем на 2,5 дня меньше, чем не занимающийся. Таким образом, государство сэкономило более 25 миллиардов рублей. Таким был этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok